Это просто невозможно. Как вот мы детей? Не сиваешь отмывать ни раковину, ни ванну. Эти видео отчаявшиеся норильчане присылают нам со всего Каиркана. В этом районе Норильска вместо горячей воды бежит странная жижа с запахом нефтепродуктов. На раковинах и ванне маслянистый налет. На дне посуды остается песок. Иногда вместо этой нефти идет что-то ярко-рыжее. 50 оттенков норильского водопровода. Проблема целого десятилетия. И этой водой нам говорят пользоваться. Она нормальная. Где она нормальная? Пахнет вода в Каиркане, честно говоря, отвратительно. Через камеру, конечно, запах не передашь. Но даже сильно принюхиваться не надо. Стоишь рядом и уже ощущаешь весь этот аромат. Запах такой, знаете, смесь тухлых яиц и какого-то металла. Причем остается он как на посуде, так и на продуктах питания. Из-за жуткого цвета и примесей в воде многие ванны в Норильске выглядят вот так. Эту покрывали акрилом всего лишь год назад. Огромные рыжие пятна уже не оттираются. Это вот новенькая губочка. Смесители в Норильске служат тоже недолго. Анастасия установила свой 8 месяцев назад. Коррозия разъедает сантехнику. То же самое происходит и с посудой. Уже пятый чайник за последний год отправляется на выброс. То есть они полностью вот здесь разэтываются. Бежит чайник. То есть чайник меняют тоже с периодичностью раз в 6-8 месяцев. Обращения в прокуратуру ничего не дали. Полтысячи жало поджителей и в дело вмешался Роспотребнадзор. Краевое ведомство наказало компанию, которая отвечает за качество воды. Уже 11 лет ресурсников штрафуют на 20 тысяч в год. В пробах Роспотребнадзор увидел превышение железа практически в два раза. А в независимых пробах, которые оплатили сами норильчане, вообще чего только не нашли. В том числе и возбудителей кишечной инфекции. Чистыми пробы оказались только у ответственных ресурсников. Выявленные превышения назвали незначительными. Почему результаты одной и той же воды так сильно отличаются, норильские чиновники пояснить не смогли. Но если и было зафиксировано, то максимально специалисты, как ресурсоснабжающие организации, так и администрации прилагали максимум усилий, чтобы стабилизировать эту ситуацию. На данный момент по мутности и цветности вода на данный момент по показателям в норме. В администрации уверяют, что проблему с водой решить пытаются. Чистую пообещали дать к сентябрю. На КАИРКАН выделено 78 миллионов рублей. На эти деньги продолжат устанавливать теплообменники и фильтры. По программе реновации заменят и 80% изношенного трубопровода. Помимо этого, с сегодняшнего дня создана специальная рабочая группа. Она будет еженедельно отбирать пробы, собираться и обсуждать пути решения. Правда, на нашу просьбу поприсутствовать на этих обсуждениях главный энергетик Норильска ответил, что для журналистов там не будет ничего интересного. Мария Зарухина и Юрий Толстов, Енисей, Новости, Норильск.